друзья приветствую всех всех моих подписчиков в группе страйкбол пневматика барахолка в группе vk я ее админ и занимаюсь все прекрасно знают что я занимаюсь еще и ремонтом не мотивского оружия принесли мне на ремонт пневматическую винтовку мульена практически тоже mr512 от ижевского завода почему решил снять видео очень популярна в данное настоящее время и тюн для переломок это установка газовой пружины вот она перед вами ничего про нее рассказать не буду в youtube и куча информации видео об этом но хочу что сказать принесли почему установили сами но обратились после нескольких выстрелов с проблемой ко мне именно потому что не могли понять в чем дело сильный хруст не до взвод или же не становится на боевой взвод то бишь переламывают винтовку зацеп не происходит и ствол отпрыгивает назад понятное дело в этой газовой пружине сейчас посмотрим 140 атмосфер это примерно 60 килограмм то есть получается вы взводя ствол ставя на боевой взвод то бишь давите с усилением примерно 60 килограмм в комплекте всегда идет такая инструкция имею не будем сейчас читать но здесь понятно да инструкция как она должна стоять описание и проблема если что-то не получается самое главное повторюсь для всех после того когда вы разобрали свою винтовку вытащили оттуда витую пружину все знают да там установлена витая пружина обязательно нужно поменять манжет потому что тот манжет ну просто-напросто с завода который установлен он под газовую пружину не подходит юбка газовой пружины ну такого вида это я манжет приготовил уже для установки на эту винтовку под газовую пружину манжет который установлен на заводе не предусмотрен таким скоростям таким мощностями вот эта юбка не успевает раскрываться и получается в цилиндре когда ходит поршень с этой манжеты ну просто-напросто не собирает то количество воздуха чтобы придать скорость пули соответственно первым делом меняем манжет такого плана или же такого кому как больше нравится устанавливаем ее поршень цилиндр то есть смотрите это запчасти не от нее это я просто в разобранном виде у себя нашел где-то это вообще 38 установили поршень установили газовую пружину телом вперед или же штоком вперед кому как больше нравится тут проблема сейчас не в этом самое главное когда вы установили газовую пружину и поджимаете ты газовую пружину должна стать так вот это вот неверно она не должна стать заподлицо газовая пружина должна стать от 2 до 5 миллиметров и и и уже поджимая в стяжном станке фотографию я приложу к этому видео уже дожимать и вставить пин для чего это конструкция тривиальное тело давление шток сальник соответственно там давление когда мы сжимаем она за счет зацеп происходит выстрел она раскрывается если не сделать этого преджатие о котором я буквально секунду назад говорил вы видите что нужно не рабочие да вы понимаете в чем проблема мы ее сжали до такой степени вот до такой если поджать и не будет при выстреле газовая пружина с усилением 65 килограмм 140 атмосфер раскроется и она не упрется в тыльник в этот момент а будет раскрываться до самого конца и это стопорное кольцо просто-напросто вырвет вы понимаете вот здесь стопорное кольцо вырвало весь газ и масло вышло к пружину вышла из строя это кусок железа то есть я это все дело к чему если вы технически подкованы но не знаете некоторых моментов обращайтесь к специалистам пусть они вам установят эту газовую пружину данным образом подберут нужную манжет под соответствующую мощность газовая пружина и даст гарантийную работу потому что газовая пружина стоит от 1100 до 200 примерно такой разброс но в данном случае это стоило 1250 плюс мне за работу вы представляете какие лишние траты вы хотели сэкономить не платить мастеру получили кусок железа обязательно приложу фотографию самой винтовки в мурена практически тот же мр-512 и стяжной станок потому что вручную вы вручную вы никаким образом не дожмете потому что давление на шток 65 килограмм нужен какой-либо стяжной станок самодельный или вот как у меня заводской вернее не заводской а из металла сделан вот сюда вкладывается цилиндр с винтовкой и этим вот этой шпилькой все это дело до давливается до нужных размеров всем привет с наступившими праздниками со старым новым годом сегодня поздравляю все на этом буду прощаться обращайтесь телефон в шапке моей ленты мобильной версии